Приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, канал Аквафермы. Этот выпуск будет посвящен свежим новостям, касающимся развитию главной нашей рыбы, белуги. Смотрим! Дорогие друзья, очень не люблю рассказывать про какие-то такие нехорошие и плохие новости. Хочется, на самом деле, всегда делать хорошие новости, делиться какими-то положительными событиями, какими-то достижениями. Но этот выпуск будет посвящен негативным новостям. К сожалению, с болью, такой большой болью в сердце, вынужден сказать, что очень существенное количество маленьких белужат мы потеряли по причине своей неопытности в их подъеме. Недостаточно мы рассчитали хищническую сущность личинки белуги, в силу чего очень большое количество этой личинки мы потеряли. Теперь давайте подробно расскажу, о чем речь. Как нам казалось, мы очень предметно подготовились к тому, как поднимать ее. Мы закупили достаточное количество Артемии, мы закупили всяких сухих там трубочников, всякого сухого мотыля, закупили самые дорогие стартовые корма, которые есть на рынке биомаровские. Но, собственно, мы денег не жалели на то, чтобы действительно это точно у нас получилось, потому что мы все понимаем, эта икра, она там дороже денег. Что случилось? А случилось следующее. Белужата не стали кушать корм, белужата не стали кушать недвигающуюся какую-то белковую пищу, а выбирали вместо этого своих собратьев. Белуга отличается немножко, не немножко, а сильно отличается от своих друзей осетровых тем, что она уже на этапе личинки имеет так называемый заглоточный зуб, как мне объяснили. И вот этим самым зубом на скорости она, можно сказать, ранит, то есть цепляет своих собратьев, пытаясь их заглотить, и тем самым их травмирует. И получается следующая история. Вот у вас есть большое количество личинки, и эта личинка, будучи голодной, начинает активно тратить энергию и бить своих. При этом своих она зачастую побить не может, потому что они, ну, равного размера, равных сил. Она вместо этого травмирует друг дружку, а вкупе с этим она не может толком наесться, потому что личинку ей толком не съесть, хотя она пытается. Ей не откусить, да, ей нужна пища все-таки там, ну, хотя бы немного поменьше, чем пища, которая такая же ровно, как она. И мы видим, что в течение там нескольких дней у нас пошел отход, то есть рыба, несмотря на огромное обилие корма, она, вот, грубо говоря, там, белужата, умирали, окруженные дорогущим, там, стартовым кормом. Казалось бы, блин, ну вот, съешь его и расти, но природные инстинкты, они сильнее, чем, там, здравый смысл, который нам тут видится со стороны. Поэтому личинка выбирала пасть голодной смертью, но не начинала кушать этот сухой корм, так же, как не начинала кушать и не сухой корм, но не живой. То есть, либо живое, либо я героически здесь и помру. К сожалению, Артемия не дала нужных плодов, мы заливали Артемией, собственно, весь лоток, но по какой-то тоже непонятной причине Артемия, то ли она ей не наедалась, то ли недостаточно там она ее могла, не могла поймать, я не понимаю. Мы Артемией, то есть, действительно, там, каждые 4 часа заливали на этих маленьких Артемий, это живой корм. То есть, по большому счету, вот этот зоопланктон, он замечательно должен подходить для того, чтобы рыба на него нападала и удовлетворяла свои аппетиты. Но если это полностью и отлично работало со ситрами, там вообще все отлично. То есть, ролики, которые вместе с этой белугой вылупились, они в один день вылупились. У них все замечательно, они и сухой корм едят, и Артемию едят, отхода никакого нет, все замечательно. То с белугой мы потеряли, наверное, 2 трети всего стада на данный момент. И, конечно, хорошая новость состоит в том, что мы искали выход из ситуации и, к сожалению, с опозданием, но, к счастью, в принципе, что вообще это случилось, нам подсказали вариант, это покупка живого мотыля. Как вы видите сейчас на своих экранах, мы все дно просто устлали живым мотылем, благо он спокойненько там на дне лежит и живет. И это дает возможность белуге его кушать и при этом получать эту белковую пищу и при этом не жрать своих собратьев наконец-то. Впервые у нас белужата округлились, то есть вот прямо видим, что у них полные желудки, они наконец-то наелись. Посмотрим, как это будет выглядеть завтра все, но мы таких вот их кругленьких, в принципе, до этого вообще не наблюдали. То есть у него все время там вот в животе там какая-то Артемия есть, но вот он никогда не округлялся. А напомню, личинка должна съедать на этом этапе своего развития практически свой вес за сутки. Вот она весит 100 миллиграмм, она должна 100 миллиграмм сожрать за сутки, то есть у нее безумный аппетит. И естественно, если она этого не получает, то так как обмен веществ безумно высокий, ну она просто начинает чахнуть, гаснуть и отходит, потому что у нее нету каких-то сил и каких-то запасов в течение там каких-то долгого длительного времени искать еду. Вот она ее не нашла за 12 часов, и для нее это уже, ну по сути, приговор. Поэтому, друзья, вот делюсь болью, очень много личинки потеряли, к сожалению. Для меня это прям вот вообще, я так жалею, что вот несколько суток раньше бы вот с этим мотылем заморочились, привезли бы его, спасли бы намного больше. Посмотрим, сколько, собственно, поднимем. Как и обещал, делюсь информацией. Вот такие негативные, негативные плохие новости на этой неделе приходится вам рассказывать. Но очень надеюсь, что через неделю смогу рассказать что-то положительное, что все-таки мы победили там вот этот вот момент с подъемом личинки белуги. Я вот на своей шкуре сейчас понял, почему белугу называют нетехнологичным осетровым материалом, да, нетехнологичными осетровыми. Потому что вот этот вот каннибализм, вот это и хищничество, оно, конечно, накладывает очень большие, очень большие такие трудности, очень большую специфику. Возможно, для кого-то, кто руку набил, это там уже что-то такое обычное. Но людей, которые руку набили на подъеме белуги во всей нашей стране, по большому счету по пальцам пересчитать, так как, ну, белуги в принципе очень мало. Поэтому вот мы теперь одни из тех, кто пока шишки набили на подъеме белуги. Будем держать вас в курсе. Замечательные кадры, видите, мы старались там снимали, чтобы вы тоже видели, как выглядит вот эта маленькая личиночка, которой еще недели даже нет, белуги. И она уже, кстати, в два раза больше, чем осетра такого же возраста, поэтому действительно растет она очень быстро. Вот беда только, что подход к ней нужен, конечно, такой уникальный. В общем, вот это хотел вам с вами поделиться, рассказать. Вроде так должно быть, я думаю, интересно тем, кто тоже там задумывается о чем-то похожем. Поэтому что хотел рассказал, пишите комментарии, пишите, ставьте лайки, ставьте лайки, пожалуйста. Лайки мы очень любим. Пока-пока.